Более 100 спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет соперничали в первенстве Омской области по рукопашному бою, посвященному 85-летию образования ГАИ ГИБДД. Успешное взаимодействие спортсменов с сотрудниками автоинспекции началось еще в 2007 году. Совместные турниры внесли важный вклад в развитие рукопашного боя в нашем регионе и помогли вырастить целую плеяду известных бойцов. Об этом на открытии соревнований говорили заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник и начальник управления ГИБДД ОМВД России по Омской области Сергей Картавенко. Проходительные органы это наверное та структура, где школу хотя бы начальной рукопашного боя проходят все сотрудники и действительно он активно развивается и в Академии МВД и в подразделениях Росгвардии. Поэтому очень важно, чтобы руководители поддерживали, как это происходит сегодня. Вообще школа рукопашного боя она дала очень много российских сильных бойцов. Начиная от самого Александра Шлеменко, который занимался очень много рукопашным боем, он выступал как по таким правилам, как по армейскому рукопашному бою. Это доступный вид спорта, который закладывает хорошую базу и может дать старт настоящим мировым звездам. Поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать. Почему? Потому что нам самим приходится иногда применять и на дорогах, и в жизни. Поэтому и всем организаторам спасибо, ребятам всем спасибо. Сегодня победной традицией продолжают юниоры. Иван Колесник вручил знак кандидата в мастера спорта победителю первенства мира 2019 года Николаю Миге. Спортсмен из клуба «Десантник» силен во всех разделах рукопашного боя. На турнире он завоевал серебряную медаль. Сейчас лето, у нас турнировки проходят как в зале, так и на улице. На улице мы нарабатываем физические качества. В зале мы нарабатываем много серий. Моё самое любимое – это лево-боковое, правое, прямое и переход в борцовскую технику. И на этих соревнованиях у меня это очень хорошо получилось. Воспитанники клуба «Десантник» стали первыми в командном споре. Спортсмены блеснули связками из классического бокса. Три нокаута ударами руками. Победа в обеих возрастных категориях – 14-15 и 16-17 лет. Второй командный приз разделили представители клубов «Аскен» и «Сатурн-Профи», завоевавшие по одному серебру и одной бронзе. Я пытался действовать в «Сатурн-Аскортили» активно, наступательно. Придумывать какие-то новые комбинации, проводить броски, пытаться выйти на полевую приемку. Спортсмены авторской школы «Шторм» завоевали две золотых и три серебряных награды. «Шторм» – отличные традиции, хорошие тренера и просто рады, что представляешь клубов». Впереди в омских рукопашниках подготовка ко всероссийским и международным соревнованиям. В сентябре наши сильнейшие спортсмены выступят в розыгрыше Кубка мира, который пройдет в Москве. Редактор субтитров А.Семкин